Серьезную проблему не только для властей самого Гонконга, но и для Пекина, из-за их затяжного характера и высокого уровня организации, напоминающего Киевский Майдан 2013-2014 года. Бунтовщики в Гонконге зашли так далеко, что создали и распространили настоящее руководство по городской войне, подробно описывающее разделение ролей между бойцами ближнего боя, дальнего боя, а также различные роли поддержки. Их план А, как бы цинично это ни звучало, спровоцировать кровопролитие, заставив правоохранительные органы применить огнестрельное оружие против участников беспорядков. Пока что этого не произошло. С одной стороны, полиция Гонконга продемонстрировала значительную сдержанность, и их правила ведения операций, по-видимому, предполагают отход и деэскалацию, когда они сталкиваются с большим числом участников беспорядков. С другой стороны, независимо от воли организаторов беспорядков, их участники пока что демонстрируют здоровые инстинкты самосохранения. В тех немногих случаях, когда гонконгская полиция доставала огнестрельное оружие, полицейские оказывались в окружении неистовой толпы, и самого вида оружия оказалось достаточно, чтобы заставить участников беспорядков отступить. Однако, само по себе это не решит проблему беспорядков, потому что, похоже, также существует план «Б». В то время как, например, Киевский Майдан был в значительной степени ограничен самой площадью Майдана, география беспорядков в Гонконге более обширна и непредсказуема. Участники беспорядков в Гонконге атаковали стратегическую инфраструктуру, в том числе и Международный аэропорт Гонконга. Это вызвало массовые перебои с воздушным движением. Точно так же беспорядки в популярных торговых центрах и туристических районах по всему Гонконгу привели к падению турпотока и даже вызвали страх от тока капитала. Несмотря на то, что пока нет никаких признаков длительного воздействия на экономику анклава, это происходит из-за все еще сохраняющегося представления о том, что беспорядки являются временным явлением. Если они продолжатся с нынешней интенсивностью или, что еще хуже, увеличатся с точки зрения количества участников и используемых методов, будут серьезные негативные последствия. По этим причинам власти Китая не могут надеяться на победу в войне на истощение или ожидать, что эскалация насилия каким-то образом излечит эту проблему. В Гонконге есть реальные проблемы, которые проявились в ходе этих демонстраций. Как и в случае с другими цветными революциями, протесты в Гонконге затрагивают глубинные струны недовольства населения. В таком случае банальная проблема, с которой сталкивается обыкновенный житель Гонконга, это не бедность, коррупция или даже подходы формирования правительства Гонконга, а чрезвычайно высокая стоимость жизни в сочетании с заметным экономическим неравенством. Поскольку особый административный район Китайской Народной Республики представляет собой большую концентрацию финансовых отраслей, он также является домом для огромных капиталов, которые не уменьшаются. В то время как в самом Китае существует значительное неравенство в благосостоянии, которое стабильно расширяет свой список миллиардеров, менее обеспеченные китайские городские жители имеют возможность мигрировать из города в город в поисках лучшей жизни. Но этот вариант не тот, который может принять средний житель Гонконга. Переезд в сам Китай конфликтует с сильной местной гонконгской идентичностью и кроме того означает переезд в значительно менее богатую часть мира. Таким образом, хотя среднестатистический гражданин Китая вряд ли проявит большое сочувствие к судьбе протестующих из особого административного района, жители Гонконга не оценивают свое благополучие по сравнению с материковым Китаем. Для них единственной релевантной ссылкой является сам Гонконг.